привет друзья меня зовут ольга а мы находимся в городе риме не и вы на моем канале а мне нравится кушать так сегодня очень быстрая минуту приготовляющаяся лепешка итальянская типа пьедина которая состоит всего из 4 ингредиентов мука теплая вода масло любое без запаха у меня оливковое и 6 грамм соли и так повторяю 300 грамм муки 150 грамм теплой воды 30 грамм оливкового масла и 6 грамм соли начнем так я просеяла 300 грамм муки и высыпаю сюда высыпаю сюда соль делаю такую дырочку ямочку и поливаю оливковое масло и начинаю помешивать чуть-чуть 30 мл любое масло без запаха лучше оливковое если у кого есть так и теперь теплая вода 150 также постепенно и вымешиваем вымешиваем пока не заберем всю муку которая находится здесь у нас внутри для чего выкладываем все на стол и руками замешиваем мягкое тесто которое не будет прилипать к рукам так собираем его как бы сказать в шарик шар замешиваем собираем все и несколько минут хорошенько вымешиваем тесто как любое тесто чтобы оно стало гладким и ровно буквально несколько минут две-три минуты больше прошло это время тесто у нас вымесилась мы берем целлофановый пакет закрываем его и оставляем чтобы она у нас расслабилась на 20 минут прошло у меня прошло 10 минут но у меня нет времени поэтому я хочу уже готовить значит сейчас мы разделим эту лепешку которая у нас получилось на 6 частей можно можно и на 4 если хотите побольше чтобы они были так где-то подкатаем в шарики и будем рассказывать обратите внимание что тесто совершенно не прилипает к рукам поэтому не надо даже подсыпать ничего берем и начинаем раскатывать но эти прикроем немножко пола пальчиком чтобы они не цепали пока мы раскатываем растягиваем потом немножко вот так вот руками на виденты что у меня видно что у меня тесто мало полежала нужно хотя бы пол полчаса тогда она будет легче раскатываться сейчас чуть-чуть я припыляешь сверху она сразу начинает раскатываться если хотите делайте начать делите на 4 ту часть ту порцию которую я вам предлагаю тогда будет побольше блин у вас такой получатся едино берем такую вот здесь это называется теста сковородку хорошую с хорошим дном как то что вы печете блины например вот посмотрите я раскатала он у меня не супер перфект если хотите чтобы прям кругленький или какой то то можно вот так вот взять и провести будет круглый я оставляю такой такой какой есть включаю вот сейчас только прошло 20 минут которые поставила видите поэтому чуть-чуть мне было трудно сейчас по мере того пока не отлежаться будет все легче и легче раскатывать вот я раскатала вот такой тоненький смотрите какой тоненький не прилипает вот очень хороший сейчас мы подождем пока должна быть очень разогрета сильно хорошо пока вот это я положила на чистое полотенчика тогда она ничего не будет прилипать и пока у меня разогревается я буду раскатывать еще один посыпаем чуть-чуть вот как только присыпаем посмотрите как она идет раскатка сразу но прекрасно так а и в другую сторону чуть чуть вот так тогда он будет и ровный сначала в одну сторону потом в другую вот так так по-моему это уже нагрелась поэтому я отправляю без масла без всего на просто разогретую сковородку стула возвращается finish then kick буквально 2 и в ах tam какие к видите как она начинает пузыриться это легчайшее тесто его можно есть нутеллой с вареньем и вот я приготовила уже целое блюдо всяких нарезок из колбасы и прошуто круто прошуто кота любая колбаса вот посмотрите и и и и и Чуть-чуть, и он готов. Смотрите, сейчас нет времени, потом вам покажу. А у меня здесь это жарится, я вам покажу, как можно их... Вот так, пожалуйста, я беру мортаделлу, вы берете любую прошутту, любое, что у вас есть, и вот так заворачиваете. И вот, готово. Теперь я беру прошутто круто, вы берете любую колбасу, какая есть у вас в городе, вот так. Вот наш завтрак великолепный, приготовленный, тут же, в несколько минут, дома, без всяких проблем. Достаточно иметь муку, воду, соль и какое-то масло. А вы смотрите, как у нас. Опа! Шикарный. Смотрите. И вот эту раскатала чуть-чуть потолще. Хочу показать, что можно и таким образом. Не очень тонкие, чуть-чуть потолще. Но мне нравится тоненькое тесто. На моем канале есть уже пьедина, я делаю только другое содержание. Она очень вкусная тоже. Обратите внимание, войдите в мой канал и посмотрите это видео. Вот когда вы чуть-чуть подержали, вначале, вы делаете вот так. Отойдите от обмен и чуть-чуть вот так. Видите, она начинает прям пузыриться все. В этот момент мы ее переворачиваем. А пока я дожариваю последнюю пиздину. Сейчас я вам до конца их нафарширую. Сюда можно только сыр, например, класть. Сыр с огурцом, с зеленью. Прекрасно получается, великолепно. И вот эту вот лепешку я вам хочу показать отдельно. Вот эту маленькую последнюю лепешечку. Сейчас покажу сладкую. Вот я взяла типа нутеллы, тоже такой крем из какао и орехов. И разогрела в горячую воду, миску с горячей водой. И внутрь поставила это, чтобы было пожиже, чтобы можно было спокойно размазывать. Смотрите. Это самое любимое тут у детей в Италии. Самый любимый завтрак. Не на каждый день, конечно, нутелла. А на воскресенье. Вот. Супер. Приятного аппетита. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!